Я, знаете, вчера все-таки ему пытался позвонить, вы сказали, думаю, у меня что-то, думаю, не зря это все вы так спросили, думаю, Господь что-то положил на сердце вам. И я ему объяснил, говорю, что вот все, которые клеветали, вот я говорю, я ему наговорил на WhatsApp, что наклеветали, говорю, просто-напросто что-то Господь метлой их выметает. Я говорю, я просто думал, что вам надо, говорю, поговорить, отец Евгений, говорю, с Игнатью Ильичу, потому что, ну, это для вашей же будут, как бы, пользы. Ну, не знаю, ничего не ответил, ну, факт то, что я сделал, да, и уже это хорошо, как вы думаете. Ну, все позади, надо молиться, надо доверяться Богу, потому что сегодняшний день уже никогда не вернется, и не надо думать, что он будет завтрашний, лучше сегодняшнего. Если он будет лучше, мы признаем его. Сегодня есть возможность встретиться, сказать мирное время. Вот у меня звонят непрерывно батюшкам, все, что такая-то там, ну, приехали люди издалека, там, из Германии, просятся, чтобы взять у меня интервью. Фильм снимают. Вот. Я долго не соглашался, а потом согласился. Ну, они тогда приехали здесь и стали тогда к священникам, и у нас еще три священника было, они все против меня поднялись, и я-то не знал про это. Они фильмы показали. Отвратительные слова. Все трое умерли. Даже до 70, кажется, никто не дожил. Это нельзя сказать. Я потеряю, я в это время статья за статьей МК на Алтае. Кто, я вернулся, когда, кто писал? Ну, всякие. Наконец-то лапки на прихлопнули, это заголовки. Узнаю, самый лучший у них журналист Александр Самульцев. Дни три прошло, я говорю, вы будете опровержание писать? Через три дня, кажется, нашли зарезанный, валяется где-то в парке. Какой-то профессор участвовал в этом дело. Люди меня не знают. Захватили его где-то в подъезде и изрезали там заднюю часть всю его. Меня в прокуратуре говорят, что за разгром. Я говорю, я знать не знаю. Но они коснулись неприкасаемого. Я для дела Божьего это делаю. Без помощи государства, детский лагерь, тысячи детей поднялись. А они не смотрят ни на что. Главное, меня стереть надо. Господь хранит, а для чего, не знаю. Они на курорты едут, а я по тюрьмам, по лагерю. Психиатрии везде меня мучили. Их никого нет, а я живой. Удивительное дело, даже удивительное. Поэтому Богу доверяйся, Александр. За нас Господь, потому что я на алтарь положил все туда, что только мог. Когда вторая книга была, там противосектантская, я боялся, дорогой ограбят. Баптисты, когда возили, их там встретили в горах, книги везли. И раздавили в машине вместе. И потом Библии давали, они с кровью были. Вот какое дело. Так что, покоен будьте. Я вот думаю, можно ли молиться так, чтобы Господь как-то остановил это безумие. Чтобы столько народу причащается, болеет, все детвора вся больная, которых таскают в каждое воскресенье. Я говорю, вы понимаете, что это не просто так Господь. Это инфекция. Инфекция, говорю, в голове у вас, понимаете, а не в этом самом. Ну вот я не знаю. Надо ли молиться, чтобы Господь как-то притормозил его. А вы вот с чего начните, послушайте внимательно. Апостол Павел говорит, три года с половиной учился слезами. У вас слезы есть? Ну, иногда. А не иногда. Вы попросите Бога дар. Это дар, великий дар Божий. Иначе Павел бы про это не говорил. Я не знал, это у Бога попросило, остановки нет. Уже, ну, какая-то где-то беда. Прямо большая беда. Человек отступил от Бога. Я бросаю работу, тогда нельзя было. И с Барнаулом, мщусья в Москву, в воинское счастье, проникаю туда, в которой человек отпал. И не выйду, пока он не обратится к Богу. На слезах вынес его оттуда. И при том, это не один раз было. Это Божье дело. Никакого отношения ко мне не имеет. А из-за чего какнул слезы? Мне подарили первую Библию, когда не было Библии. Я весь вечер уткнулся там, где это, коридор. Одежда висит. И весь вечер проплакал. Никогда не было. Я на море. У меня мощные мускулы. Деньги все есть. Сухие глаза. А Господь вот дал дар. Тогда ты увидишь до конца. Приезжал игумен и говорит, вы где видели человека, что в церковной ограде на коленях плакал часами, что вы не проповедуете. Это он меня знает. Сахаров. На Берсеневке. Около 200 метров от храма Христа Спасителя. Это Бог делает. Я ничего не могу на это сказать. Моего там ничего нету. У меня вообще ничего нету. Один Господь и радость моя. Каждый день считай последним. Я вот сейчас на вас гляжу, которые знают, все время помогают. Никогда я не знал, вот Ермолина сказали, там Александр, там Долгов. Ну, кажется, сам бы поехал, все его привез. Такое родство больше, чем по плоти. Уж я не говорю, там вот Николай Сироткин, тут на каждом, только скажешь, через минуту уже все делает. Господи, милостивый, за что ж ты нас так любишь? Это люди, которые для Бога все посвятили. Я уже не могу назвать тут любого. Вот отец на ум тут. Ох, родные мои, как я люблю вас всех. Так, вопрос, если нету, я отойду, все. А корректурой занимаюсь. Попроси, Бог даст тебе этот дар. И, может быть, сдвинется тогда все. Против слез не может сатана устоять. Павел, говорит, молился, проповедовал со слезами. Притом неоднократно повторяет. И Господь, говорит, о благере услышал и прослезился. Господь, с Богом отхожу. Аминь, спасибо.